Вечер в неформальной обстановке, на котором обсудили личные вопросы и меры поддержки. Глава Самары Елена Лапушкина в преддверии новогодних праздников встретилась с родственниками участников СВО. В Самаре прошел слет ангелов, так называются встречи волонтеров, членов общественных организаций и добровольческих объединений, которые помогают бойцам, находящимся в зоне СВО. Самарская область в десятке лидеров по количеству проектов, поддержанных президентским фондом культурных инициатив. Какие проекты победили? В Самаре завершается районный этап конкурса на лучшее новогоднее и рождественское оформление зданий и территорий. Оценить творческий потенциал пригласили представители предприятий, организаций и горожан. 22 декабря свой профессиональный праздник отмечают энергетики всей страны. Самарских сотрудников отрасли поздравил губернатор Дмитрий Азаров. Он отметил, что обеспеченность области энергоресурсами позволяет развивать регион в экономическом плане, привлекать инвестиции и обеспечивать высокое качество жизни. Подробнее в нашем сюжете. Благодарственные письма и знаки почетной энергетикой из рук губернатора Самарской области Дмитрия Азарова получают лучшие специалисты региона. Поздравляя награждаемых, губернатор отметил, что их труд очень востребован. День энергетика празднуется в самый короткий день в году, для того, чтобы у людей еще раз была возможность вспомнить, как важен труд энергетики. Невозможно сегодня представить, конечно же, нашу жизнь, работу наших предприятий без мощного энергетического комплекса. И я, конечно, сердечно благодарю сегодня наших ветеранов, дай Бог здоровья, за созданную систему. И, конечно, нынешнее поколение трудовых коллективов, в первую очередь, за надежность, за надежность функционирования энергосистемы. Дмитрий Азаров отдельно поблагодарил трудовые коллективы за помощь Вооруженным силам России. Губернатор отметил и работников энергоотрасли, внесших значительный вклад в восстановление мирной жизни на Донбассе, в целом и конкретно в городе Побратиме Снежное. Я знаю, что трудовые коллективы предприятий энергетического комплекса заботятся о семьях военнослужащих, которые сегодня с оружием в руках защищают мирное небо над нашей Родиной. И, конечно же, чем могут, поддерживают нашу армию, приближая столь желанный день победы. Я сердечно за это вас всех благодарю сегодня и надеюсь, что эта работа, работа наших душ, она продолжится и дальше. После поздравления губернатор оценил работу нового центра мониторинга качества ресурсов энергосбыта. Специалисты в режиме реального времени могут отслеживать параметры температуры и давления по всей цепи, от источников тепла до потребителей. Так быстрее можно обнаружить аварию и устранить ее в кратчайшие сроки, а также обнаружить участки, которые подлежат первоочередной замене. Потребитель получает правильное тепло, правильный объем начисляется, нет вот этих перерасчетов, и, соответственно, мы снижаем как технологические потери, так и коммерческие. История региональной энергосистемы насчитывает уже более 90 лет. Начавшись с создания Самарского энергокомбината, в который вошли ГРЭС и одна линия электропередачи, сегодня система разрослась до мощного энергокомплекса и продолжает развиваться благодаря внедрению цифровых технологий. Это помогает развивать регион. По прогнозам экспертов, в этом году индекс промышленного производства составит 109%, а в обрабатывающих производствах – около 115%. Андрей Горгуленко, Григорий Плешаков. События. Глава Самары Елена Лапушкина в эфире Центр управления регионом подвела итоги года и рассказала о планах на будущий 2024-й. С 1 января 14 автобусных маршрутов переведут на оплату по транспортной работе. Это стало возможно благодаря переходу на новую систему оплаты труда перевозчиков. Не за количество перевезенных пассажиров, как это было ранее, а за сделанные рейсы. Средства, которые предприятия будут выручать из оплаты транспортной работы, предполагается направлять в том числе на закупку подвижного состава. В дальнейшем планируют перевести на эту систему работы все городские маршруты. Глава города рассказала, что в этом году в Самаре благоустроили 51 двор по программе формирования комфортной городской среды и 20 дворов по губернаторской программе содействия. Речь зашла и об улице Дачная. В 2024 году будет проведен капитальный ремонт. Для этого нужно перенести коммунальные сети, расположенные под землей. Также в 2024 году планируется капремонт улицы 22-го портсъезда. В следующем году на улице Чернореченской после ремонта откроется здание кинотеатра «Россия». Там будет располагаться молодежный театр-мастерская и выставочные пространства. Также благоустроят прилегающие территории, появится красивый ухоженный бульвар. Что касается новогодних праздников, то масштабных праздничных мероприятий не планируется. Площадь Куйбышева уже украсили к Новому году. По всему городу будут работать катки, горки, елки. Откроется усадьба Деда Мороза. Глава Самары Елена Лапушкина в преддверии новогодних праздников встретилась с родственниками участников СВО. Вечер прошел в неформальной обстановке, чтобы можно было обсудить личные вопросы и меры поддержки, разрешить какие-то ситуации, да и просто создать доверительную семейную атмосферу. Подробности в нашем сюжете. В семье Мальковых всегда были защитники Отечества. Предки служили в царской армии и защищали страну Великой Отечественной. Григорий Мальков воевал в Афганистане, а его сын сейчас участник СВО. Чтобы поблагодарить семью за такую преданность стране и преемственность, их пригласили на торжественную встречу с главой города. Сто процентов важны, потому что не забывают участников УПВ, где есть в Афганистане сейчас СВО. Родственников участников СВО собрали в зале Самарского дворца ветеранов, чтобы гости в неформальной обстановке могли пообщаться с Еленой Лапушкиной, обсудить важные вопросы и почувствовать себя в семейной обстановке. Мне хочется, глядя вам в глаза, сказать, что вы не одни, что мы переживаем с вами, что мы очень стараемся облегчить парням нашим нахождение там. Вот завтра у нас уходит гуманитарный груз. Как только уходит один гуманитарный конвой, мы собираем сразу другой. На встрече для гостей звучали и музыкальные произведения, а в завершении каждому вручили подарки. Андрей Горгулинко, Николай Пифанов. События. Продукты питания, медицинское оборудование и вещи для бойцов на передовой. Сотрудники организаций, входящих в Поволжскую ассоциацию судоходных и судоремонтных предприятий, собрали гуманитарный груз для жителей Херсонской области. И учащиеся школы написали бойцам письма к Новому году. Подробности в нашем сюжете. 500 наборов с продовольственными товарами весом более 5,5 тонны отправили в Херсонскую область. Гуманитарный груз собрали сотрудники организаций, входящих в Поволжскую ассоциацию судоходных и судоремонтных предприятий. Среди посылок медицинское оборудование для проведения обследований, товары специального назначения для бойцов на передовой, а также специальный заказ, акустическая система для детского дома. Формирование и доставка гуманитарного конвоя происходит при непосредственном участии сенатора от Херсонской области Игоря Костюкевича и жителей Куйбышевского района. Пытаюсь это представить, да, каково постоянно находиться в окопах, да, в блиндажах, и когда холод тебя пронизывает, и он везде. То есть от него никуда не денешься, это, наверное, сложнее, гораздо сложнее, чем ни есть, ни пить. Мы моральное, да, вот наше тепло передаем. Я верю в то, что действительно это каким-то образом может и физически влиять, чтобы ребятам действительно было теплее. По просьбе сенатора Херсонской области Костюкевича Игоря Юрьевича мы отправим в Херсонскую область. Конечно же, необходимость в конкретных продуктовых наборах и медицинском оборудовании, которое мы повезем в этот раз, это происходит, произошло от него, да, то есть это непосредственно собранная информация от жителей Херсонской области. Свою лепту внесли учащиеся школы, расположенные в Куйбышевском районе. Ребята написали бойцам письма с добрыми пожеланиями. Читая письма, это, знаете, это, вы не поверите, вот, мы взрослые, я сам читаю, а слезы наворачиваются, как у ребенка. Просто это так глубоко можно написать. И даже не просто письмо, они делают репликацию, красочно оформляют это. То есть даже этот маленький человечек, он вкладывает душу, а нам это приятно. И, понимаете, солдат, он его с собой носит. Он идет в бой, а он не вон с собой, в груди. За текущий год сотрудники предприятий собрали и отправили шесть гуманитарных конвоев, общий вес которых составил более 40 тонн. Виктория Шары, Григорий Плешаков, События. Слет ангелов, так называется, встреча волонтеров, членов общественных организаций и добровольческих объединений. Они помогают бойцам, находящимся в зоне СВО, а также доставляют гуманитарные грузы для мирных жителей. Какая она настоящая доброта без границ, расскажет Ксения Баканова. Команда Андрея Пожидаева доставляет гуманитарные грузы в зону специальной военной операции. Мужчина уверен, для скорейшей победы важно поддерживать бойцов не только словом, но и реальным делом. Остаться в стране невозможно. Здесь желание помочь – естественная потребность, которая идет от сердца. Каждый из нас должен быть максимально эффективен именно на своем месте. На фронте дисциплина, уже отработаны моменты, как передаются грузы, и в этом направлении нужно двигаться дальше. Поэтому армия выполняет свою работу. Мы, как общественники, как определенные организации, которые взяли на себя эти обязательства, принимаем консолидированное и системное участие. В Доме офицеров встретились участники общественных организаций, добровольческих объединений и волонтеры со всего региона. Их объединяет общее дело. Они помогают участникам специальной военной операции. Одни собирают посылки, другие – отвозят их за ленточку. Обмен опытом, обмен энергетикой. Мы люди на одной волне. Многие занимаются гуманитарной помощью практически с первых дней специальной военной операции. И, конечно же, нам есть о чем поговорить. У нас есть общий час, где мы делимся какими-то проблемными вопросами, путями, решениями. В общем, мы общаемся и постоянно на связи. По словам участников, такие встречи проводить важно и нужно. Волонтеры обмениваются не только достижениями, но и опытом. Помочь может каждый. Нужно только захотеть. Мы, бывает, кого-то научили, допустим, сети делать маскировочные, а ребята быстрее освоили те же масконакидки. И мы потом у них учимся там масконакидки делать. Потом там открыли в одном месте, они там уже на шлемнике быстрее нас. Мы там у них учимся делать. Организаторы говорят, гуманитарная помощь требуется постоянно. Лекарства, продукты, военные маскхалаты, строительные инструменты. А значит, без дела волонтеры не останутся. Ксения Баканова, Константин Головин. События. Самарская область в десятки лидеров по количеству проектов, поддержанных президентским фондом культурных инициатив. Подведены итоги первого грантового конкурса 2024 года. Из 170 подданных от Самарской области заявок, 20 стали победителями. Общая сумма привлеченных средств составит более 59 миллионов рублей. Среди победителей проекта «Гитисфест» – «Театральное приволжье-24». Он является продолжением масштабного фестиваля «Театральное приволжье» и представляет собой театральный фестиваль на Волге, проводимый на теплоходе, и включающий посещение шести городов Приволжского федерального округа – Нижний Новгород, Чебоксары, Казань, Ульяновск, Самара, Саратов. Также победителем стал Всероссийский фестиваль «Душа баяна», виртуальный музей к столетию поэта Александра Ширяевца, проект русской оперы «Дети», музыкальный театральный проект «Морозко» с участием талантливых детей и молодежи Самарской области. В Самаре завершается районный этап конкурса на лучшее новогоднее и рождественское оформление зданий и территорий. Оценить свой творческий потенциал пригласили предприятия, организации и просто горожан. Окончательно победителей назовут на городском этапе конкурса. Подробности в нашем следующем репортаже. Детский сад «Елочка» со стороны напоминает сказочный теремок. Воспитатели и родители дошколят потратили целый месяц, чтобы украсить здание к Новому году. Одним фасадом решили не ограничиваться. По всей территории разместили праздничные композиции. Мы постарались организовать пространство так в детском саду, чтобы это повышало настроение, улучшало, чтобы дети с удовольствием шли в детский сад, чтобы родители видели свой вклад в наше общее дело для создания для детей хорошей обстановки. Такой новогодний, счастливый, радостный. Детский сад «Елочка» – один из участников конкурса на лучшее новогоднее и рождественское оформление. Только в Октябрьском районе Самары заявки подали 22 предприятия и учреждения. При выборе победителей конкурсная комиссия обращала внимание на оформление витрин, фасадов и прилегающих территорий. Сложно, на самом деле, мы, я не знаю, полемика наша, споры длились несколько часов, потому что есть очень скромно, но видно с любовью. Есть очень достаточно щедро, богато подошли учреждения, они имеют такие возможности. Поэтому подошли вот таким образом, что не количество иллюминации, а может быть подход. Так вот постарались как-то подойти объективно, оценивая ситуацию у конкурсантов. В Октябрьском районе областного центра победители выбирали по трём номинациям. Номинация, значит, удивление года, так она и есть. А номинация, значит, интересно такое название, подход к оформлению. Просто сделали сказку, такую сказку новогодней одной из учреждений. И подход заключается не в том, что фасад они украсили, а сделали атмосферу вокруг здания. Третьей номинацией стало максимальное вложение. На сегодняшний день внутригородские районы заканчивают подводить итоги конкурса. Затем победители будут представлены на городском уровне. Призёров выберут открытым голосованием. Ольга Павлова, Светлана Тимофеева, Григорий Плешаков. События. В Самарской области продолжается череда новогодних утренников. Сегодня в Самарском цирке прошёл праздник для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Благотворительную ёлку в канун Нового года с цирковым представлением организовало правительство региона. Подробности у корреспондентов событий. В фойе Самарского государственного цирка яблоку негде упасть. Сотни детей со всей Самарской области приехали на новогоднее представление. Я раньше не приезжал на ёлку. Сегодня захотел первый раз приехать. Потому что дома скучно у меня. Я все дома болею. Благотворительную ёлку организовало правительство Самарской области. В числе приглашённых – дети из многодетных, малообеспеченных семей, дети-сирота и оставшиеся без попечения родители, дети с ограниченными возможностями здоровья. Также на ёлку пригласили семьи участников СВО и школьников из города Снежное – Донецкой Народной Республики. Всем радости, всей нашей республике радости, чтобы всё закончилось, боевые действия. Ну и всем счастья. Чтобы у них всегда было всё хорошо и у них был мир. Гостям на арене Самарского цирка показали мюзикл об авантюрных приключениях брата и сестры. Ну, эти праздники дают возможность детям почувствовать себя детьми, ощутить ту атмосферу праздничную, которая царит по всему миру. И благодаря этому дети у нас даже с ограниченными возможностями могут в эти дни ощутить все прелести вот этих праздничных мероприятий. Для них это очень важно, потому что это выход в социум. И таким образом они наравне с обычными детьми ощущают это праздничное настроение. В канун Нового года более двух тысяч детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, из разных городов и районов области получили поздравления от Деда Мороза и Снегурочки. А после выступления артистов ребят ждали сладкие подарки от главы региона Дмитрия Азарова. Светлана Тимофеева, Игорь Казановский, События. Бронзовые герои – произведение знаменитой Нидерландской династии художников. В Самаре открылась выставка скульптур трансформации после Брейгелей. Их автор – член Российской академии художеств Александр Рукавишников. Увидела работы наш корреспондент Ксения Баканова. Непростая экспозиция, а самая настоящая головоломка. В Самарском художественном музее открылась выставка скульптур трансформации после Брейгелей. Автор работ – член Российской академии художеств Александр Рукавишников. Болотна Брейгеля вдохновили автора на создание скульптур. И мы теперь можем видеть эти фигуры, которые главенствующие в произведении, в трехмерном пространстве. Посмотреть на их выражения, лить, последить за их действиями. И вообще просто попробовать попутешествовать в 16-17 век, задуматься о династии серьезных живописцев, которые сыграли огромную роль в мировой культуре, да еще просто попробовать побыть немножко детьми. В выставочном зале размещены копии шести картин знаменитой нидерландской династии художников. Зритель оказывается вовлечен в занимательный квест. На холстах среди десятков фигур необходимо отыскать персонажей скульптур Рукавишникова. В одном исследовании я читал, что Гитар Белегин-Старший постарался в своей полуке числить буквально все детали окружающего его мира, всю Вселенную. Это буквально тысячи предметов, растений, но в том числе человеческие ситуации, человеческие типажи, то, что потом Королу Густов-Мувинг назвал типами. Женщина плетет в чужого веретена и берет как бы ее ресурсы к себе. И точно такая же композиция на картине про Эггера. Есть некая мораль, что не нужно так делать. Бронзовые статуи декорированы методом холодной росписи, поэтому и смотрятся такими живыми и реалистичными. Автор проработал лица и костюма персонажей до мельчайших деталей. Можно увидеть косаря на жатве, танцующую пару, музыканта, играющего на волынке и других. Выставка будет работать до 4 февраля. Ксения Баканова, Петр Поломеев. События. Загадать желание и подумать об исполнении самой заветной мечты рекомендуют астрологи в день зимнего солнцестояния. Самарцы встретили самую длинную ночь и самый короткий день. Это астрономическое событие нашло отражение в религиях и культурах многих народов мира. Например, древние славяне верили, что после зимнего солнцестояния просыпается Бог Солнца, один из главных почитаемых властителей дневного света и плодородия. Они благодарили и восхваляли его с помощью обрядовых песен-колядок. А самую длинную ночь в году перед солнцестоянием славяне называли ночью Чернобога темного божества, который управляет загробным миром. Поэтому в эту ночь желательно было оставаться дома, чтобы не навлечь на себя беду. Чтобы помочь солнцу победить тьму, славяне также разжигали костры и пекли обрядовый хлеб в форме светила. В современном мире астрологи считают этот день самым мощным с энергетической точки зрения. Важно и нужно загадывать желания и ставить цели. Можно записать их в ежедневник четкой формулировкой. Я рекомендую первое, что сделать, это проанализировать свои успехи и достижения за 23 год. То есть за тот год, который вы уже прожили. Это обязательно. И мы склонны, у нас мозг так работает, нас так воспитали в большинстве своем. Мы обесцениваем то, что мы делаем. И мы смотрим только на то, чего у нас еще нет. И это большая беда, большая проблема многих людей. Поскольку мозг говорит, ты ничто, у тебя ничего. Вон у Василия Петровича, вон у тебя ничего. И наш мозг нас постоянно кушает. Он говорит, ай-яй-яй, как нас в детстве, ай-яй-яй. Петя пятерки получил, а ты нет. А то, что ты в волейбол выиграл в соревновании, это все забыли, понимаете? То есть вот этот вот пунктик проанализировать успехи. Солнцестояние – это астрономическое явление, которое возникает из-за того, что Земля на протяжении года меняет свое положение относительно Солнца. Благодаря тому, что ось вращения планеты имеет наклон в 23,5 градуса, на Земле происходит смена времен года и возникает солнцестояние. Если бы этот угол был равен нулю, лето никогда бы не сменяло зиму на планете. Продолжительность дня и ночи была бы одинакова. А Солнце бы весь год поднималось над горизонтом на одну и ту же высоту. В Самаре на площади Куйбышева отменили массовые мероприятия и фейерверк на Новый год. Однако без развлечений горожан не оставили. Главную площадь Самары уже украсили к празднику. Там вновь установили новогодний комплекс, семь елок с медиагирляндами и различные световые конструкции. Также на площади Куйбышева разместили аттракцион «Деревянная горка», арт-объекты «Щелкунчик» и «Снежная королева», два катка, площадку для активного досуга «Зимние забавы». Из нового – мультимедийный комплекс «Часы», с экрана которого прозвучат поздравления от местных артистов. Кроме того, после четырехлетнего перерыва возобновит свою работу усадьба Самарского Деда Мороза. Ее украсит елями и сказочными арт-объектами. Отметим, в новогоднюю ночь на площади Куйбышева с 22.00 до 3.00 утра будут работать контрольно-пропускные пункты и дежурить сотрудники ЧОПа. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов, городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Администрация Самары в телеграм-канале «Вести» с Дворянской сообщает о том, что бойцу-богатырю из Самары доставят обувь 52-го размера. В ходе прямого эфира 20 декабря губернатор Дмитрий Азаров рассказал о том, как идет отработка обращений жителей Самарской области, которые поступили на прямую линию с президентом России Владимиром Путином и во время прямой линии главы региона. Так волонтеры просили губернатора помочь с экипировкой для бойца СВО. Военнослужащему были нужны сапоги 52-го размера. Их можно сделать только под заказ. Дмитрий Азаров рассказал, что изготовлением обуви уже занялось самарское предприятие, однако придется ждать специальные колодки. Поэтому для скорости бойцу закупили сапоги у компании «Стулы». Обувь уже отправили. Департамент городского хозяйства и экологии Самары в телеграм-канале сообщает, что подготовка к Новому году в городе во все идет. Для тех, кто не успел написать заветное письмо Дедушке Морозу на Маяковском спуске Самарской набережной, начала свою работу новогодняя экспресс-почта. Опустить письмо в почтовый ящик сможет каждый желающий уже сегодня. Новогодние бланки для писем жители и гости Самары могут получить в пунктах проката. Успейте загадать желание. Телеграм-канал администрации Советского района сообщает, что Общероссийское общественное движение «Народный фронт за Россию» реализует проект «Все для победы». Фонд «Все для победы» занимается поддержкой воинских подразделений Донецкой и Луганской народных республик, сбором пожертвований и поставками гуманитарной помощи, которая поможет им выполнить очередную боевую задачу. И размещают QR-код, по которому можно поддержать участников СВО. На этом наш выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за актуальной повесткой на официальном сайте Самары ГИС в нашем телеграм-канале, на страничках ВКонтакте и Одноклассниках. Выпуски программы смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего вам доброго и отличных выходных! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok